Участник Паралимпиады в Пекине пловец Никита Шевченко, хоть и знаменит на весь мир, на фотосессии впервые. Красивые снимки в обнимку с девушкой покажут на конкурсе красоты. Он пройдет через месяц. Всего под прицелом фотокамер побывало 16 человек. Все люди с ограниченными возможностями. У меня, например, только низ поражен, поэтому не видно. А у кого верх поражен? Там же уже никак не скроешь. Поэтому вот эта фотосессия, да, приятна, это красиво, но она никак не влияет на инвалидность. То есть скрывает, не скрывает. Я этого не скрываю, что я инвалид. Для фотографа Александра Дроздина работа с инвалидами тоже впервые. Особенность этой фотосессии – только крупные планы. Так решили сами модели. Такие же люди, то же самое. Такие же комплексы, все то же самое. Поэтому главное – людей вынести на какой-то такой момент, чтобы человек раскрылся. Фотосессия – только часть подготовки к конкурсу красоты. Нужно еще отрепетировать выход на сцену. Помещение предоставил один из ночных клубов Саратова. Организовать конкурс взялась Венера Павленко. Она и сама инвалид по зрению. В программе – творческие номера и дефиле в свадебных платьях. Чтобы устроить праздник, ей пришлось обзвонить десятки организаций. Зато многие решили помочь участникам бесплатно. Я звонила, просила, рассказывала о том, что у нас планируется такой праздник. Что такого в городе не было. Что мы просим поддержки у этих компаний. Они даже не просили официальных писем. Они поверили на слово. На этот конкурс красоты может прийти каждый. Вход бесплатный. А значит, у участниц появится возможность познакомиться с новыми людьми. И, может быть, даже найти среди них свою судьбу. Девчонки собрались замуж всем. Срочно. Потому что даже на накладе, как ставят статусы, платье есть, хочу замуж. Давайте срочно жениха искать. Это стимул, наверное, действительно почувствовать себя женщиной красивой. Конкурс красоты для людей с ограниченными возможностями пройдет 11 сентября в ночном клубе. Выбирать одного победителя там не будут. Награды получат все участники. Правда, каждый в своей номинации. Екатерина Савина, Валерий Богословский, Александр Королев. Новости. Телеобъектив.